Брест В этом году День города обещает стать очень масштабным, ярким, интересным и продлится он три дня. Один из самых, наверное, на мой взгляд, мероприятий, которые будут в нашем Дне города, это фестиваль моды и стиля «Лук-бук». Первый фестиваль моды и стиля интересен тем, что такого фестиваля, регионального фестиваля, в нашей стране еще не было. Почему фестиваль моды? Как вы знаете, Брест давно уже считается швейной столицей нашей страны. В Бресте работают предприятия, которые производят самую модную одежду в нашей стране. Это те предприятия, которые все мы знаем. Мир высокой моды на фестивале «Лук-бук» представят «Панда», дизайнерская студия «Ангелина», «Леди премиум» и «Голден Вэлли», «Прети бьюти». Самые красивые и обаятельные модели продемонстрируют наряды порядка 40 брендов. Лето, время обновления и возрождения, эти коллекции удивят вас смелостью фасонов, шикарными тканями, блеском аксессуаров. Направление моды в наше время весьма разнообразно. Как говорят, на любой вкус, цвет и на любую фигуру. Музыка «Лук-бук» – это не только модный показ коллекции, это еще и модный маркет, что предполагают выставку продажу швейных изделий, предприятий, участников фестиваля. Самые обаятельные и привлекательные маленькие модницы и юные красавицы, статусные дамы и кавалеры. Организаторы заверили, без суперобновки с этого фестомода стилей и красоты не уйдет никто. Ведь дизайнеры из Бреста хотят видеть своих соотечественниц очень красивыми, а потому создают модели, которые прекрасные дамы носят с превеликим удовольствием. Ведь мода, не нашедшая признания широких масс, некогда сказала великая как у Шанель, уже не мода. 37 участников, 14 предприятий Лехпрома и Мерч первого. Продукция будет в основном женская, будет и школьная форма, учитывая, что у нас дело движется к сентябрю школьным базаром. Панда представит нам свою коллекцию и будет ее продавать. Также на модном маркете будет проходить благотворительная акция. Дом Алены Горецкой, Папелево Продакшн, будет продавать свою одежду по специальной цене. И деньги от сбора, часть денег, пойдут на счет двум больным детям из города Бреста. Значит, будет на стадионе открыта игровая площадка «Батутный городок», где будут батуты и аттракционы-карусели. Детский паровозик, будет ярмарка ремесленников, торговля, сувениры, общественное питание. ГАИ также будет выставлять свои стенды и проводить акции. Площадка МЧС, площадка свода. В принципе, это можно проводить целый день. Сразу после фестиваля моды будет у нас презентация бренда «Любимый Брест». Концерн «Мясо Мол Пром» будет презентовать очень интересно, свою такую акцию делает. Значит, после этого ждем всех в дискотеке «Радио Брест». Тоже готовится наше «Радио Брест». Там будут очень интересные диджеи, ведущие, интерактивные какие-то игры, розыгрыши, подарки. Затем, значит, у нас в это же время планируется аэрошоу. Мы увидим наших парашютистов и другую технику. Если, конечно, не будет ветра. МЧС планирует свои показательные выступления, очень интересные. Вы знаете, редко можно посмотреть. У нас на воде даже будет показательное выступление. Там будут спасать катер. Катер будет спасать и с воздуха, и с воды, и с земли. И все это будет проходить на площадке перед Дворцом водных видов спорта. Здесь, 30 июля, в день города, будет собран весь креатив. Здесь будет звучать современная музыка, выступать яркие артисты. Здесь будет представлена конкурсная развлекательная программа «Радио Мир». И здесь свою программу представит музыкальная группа «Добро». Можете быть уверенными, это будет круто. Брест, 30 июля, площадка перед Дворцом водных видов спорта. «Радио Мир», «Радио Мир», «Радио Мир».